И теперь Украина. ЦИК страны зарегистрировал еще одного кандидата в президенты, это шоумен Владимир Зеленский. И он сразу же возглавил рейтинг претендентов на пост главы государства, потеснив Тимошенко и Порошенко. И сегодня же результаты соцопросов прокомментировали в Вашингтоне. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, Америка не откажется от своих интересов в стране, кто бы не победил на выборах. О том, как кандидаты стараются привлечь внимание населения, либо западных спонсоров, Андрей Григорьев. Если гражданских отсечий маршировать среди военных, и в мешковатой куртке можно попытаться выглядеть браво. Помогают соратники, министр инфраструктуры Амелян на юбилей заказывает себе торт «Руины Кремля». Похожим в виде Кавказа и Каспия в 1942-м подавился Гитлер. Но даже украинские националисты на факельных шествиях в Киеве милитаристскую риторику Порошенко уже не считают зажигательной. Это чистая попытка выехать на молодой крови в политику, ни больше, ни меньше. А как вы думаете, он действительно националист или он просто притворяется? Порошенко? Какой он националист? Он бизнесмен, он интересует только деньги. 300 гривен за каждый голос, отданный в пользу Порошенко, предлагает учитель на школьном родительском собрании в Донецкой области. А если я вообще не хочу в вашем цирке участвовать, вы что тогда расстреляете, да? Нет, расстреливать никто никого не будет. Но советую вам и вам подробно. Не лезь на разу. А Юлия Тимошенко идёт в народ. Со свитой протискивается по тесным рядам Черниговского рынка. Ну что, три? Покупает сразу три вышиванки и килограммовый шмат сала, демонстрируя гипертрофированное украинство. При этом команда, способная реально управлять страной, кажется, есть только у лидера оппозиции Юрия Бойко. В программе партии «За жизнь» и «Преодоление церковного раскола» и «Мир на Юго-Востоке» и «Бесплатная медицина». Придётся восстанавливать медицину практически с нуля. Люди ставят вопросы скорой помощи. Они не понимают, почему, когда температура, когда человеку плохо, он звонит скорую помощь, и она не приезжает. Около 70 тысяч врачей уехали в Европу на заработки. Реформа здравоохранения на Украине привела к тому, что в стране эпидемия кори. 50 тысяч заболевших. А вакцины не найти. Кандидат в президенты Олег Лешко, который сам за эту реформу и голосовал, делает прививку ночью по знакомству. Мне ничего не будет, а то у меня завтра рабочий день. Нет, ничего не будет, она же детская вообще. Но даже кто приходил из взрослых, никто не жаловался. В своих предвыборных роликах Лешко раздевается много и с удовольствием. Даже в кулинарной передаче он в одном фартуке. Таких разоблачений будет ещё немало, обещает кандидат Владимир Зеленский, предлагая электорату выбрать лозунг и цвет уличных билбордов. Нам нравится билборд с таким лозунгом. «Весна покажет, кто где крал». Вот смотри, вот они в трёх цветах. Кандидат Игорь Шевченко, тот самый, который в Давосе набрал бесплатных шапочек, уже выбрал. Синий, объявив ворованный головной убор символом своей предвыборной кампании. И вот уже всем претендентам предлагают пройти психиатрическую экспертизу. Я считаю, надо обследование у психиатра пройти, потому что мы же видим, сколько шизофреников и психически больных людей у нас в парламенте. Ну и эту здравую идею, как многое сейчас на Украине, немедленно доводят до абсурда. Заместитель генпрокурора намерен на детекторе лжи проверить каждого украинца на предмет лояльности к действующей власти. То есть всё население пропустить через этот полиграф? Я бы пропустил всё, потому что если это делать выборочно, сосед на соседа стучать будет, обижаться будут. Таковы реалии Украины. А повседневные реалии Украины таковы. Вот прямо под камерами видеонаблюдения на выходе из суда житель Николаева расстреливает из карабина своих соседей супружескую пару, которой он задолжал крупную сумму. Андрей Григорьев, Анна Колк, Вести.